Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Если бы 27 сентября 2020 года не началась отечественная война в Карабахе, то главной новостью всех азербайджанских СМИ вновь стало бы убийство легендарного криминального авторитета Надира Салифова, Лоту Гули. Как известно Лоту Гули был убит 20 августа прошлого года в одном из отелей в Анталии. Убийцей оказался Хаган Зейналов по прозвищу Хан Ахмедлинский, который входил в ближайшее окружение вора в законе. Хаган Зейналов был задержан при попытке скрыться с места преступления. Сразу после громкого убийства появилась версия, что за устранением криминального короля стоит клан другого азербайджанского законника Равшана Ленкаранского, который был убит в 2016 году в Стамбуле. А мотивом убийства была месть. Спустя три дня после начала войны в Карабахе следователи арестовали в Стамбуле двух граждан Азербайджана, которых подозревают в причастности к убийству Лоту Гули. Так как внимание всех азербайджанских СМИ было приковано к событиям на фронте, эта новость осталась незамеченной в азербайджанском медийном пространстве. Арестованными оказались некие Али Мавланлы и Расул Гасанов. Они были задержаны в Стамбуле при попытке улететь из Баку в Украину. В связи с пандемией коронавируса прямых авиарейсов из Баку, в Киев не было и поэтому ими был выбран маршрут через Стамбул. Мавланлы и Гасанова задержали прямо в аэропорту. У полицейских уже была оперативная информация об их причастности к убийству Лоту Гули. В частности, по информации турецких правоохранителей, двое уроженцев Азербайджана участвовали в планировании и организации громкого убийства. За несколько дней до устранения Лоту Гули, они встретились с Хаганом Зейналовым и улетели из Турции всего за час до убийства. Сам Хаган Зейналов пока не выдает имена заказчиков и утверждает, что убил Лоту Гули на почве личной неприязни. Жизнь таких людей, как Лоту Гули – постоянный риск. Салифов всегда был готов к смерти, предпочитая ее потери чести, однако ту самую пулю авторитет получил не от врага, а от своего сподвижника, хана Ахмедлинского. Его задержали по горячим следам на трассе, ведущий в город Денизли. Хотя Салифов оперативно был доставлен в больницу, его жизнь спасти не удалось. Гули умер в районе 4 часов утра. Стало известно имя хана Ахмедлинского. Стрелок и его предполагаемый сообщник Амир Гамидли уже задержаны турецкой полиции и дают показания. Предполагаемый убийца Гули – хан Ахмедлинский, несмотря на громкий титул, практически неизвестен в криминальном мире. Ахмедлинского стали видеть в ближайшем окружении Гули, лишь в последнее время. Не исключено, что хан был подкуплен и внедрен в ближайшее окружение Гули именно для его убийства. У Гули было много врагов, но главное, в чем его обвиняли, это организация убийства криминального авторитета Равшана Линкаранского, который долгие годы получал дань с азербайджанских торговцев зеленью, фруктами и овощами на всем постсоветском пространстве. Зеленушка и помидоры озолотили Линкаранского, превратив его в самого богатого вора в законе. Его богатство привлекало слишком многих, но чтобы сесть на место Равшана, нужны были воля, выдержка и смелость Лоту Гули. Скорее всего, убивая Салифова, хан Ахмедлинский действовал как мститель. Примечательно, что Линкаранский был убит 18 августа, а Лоту Гули застрелили 19 августа. Возможно, хан хотел убить его 18-го, просто в тот день не представилось удачного момента. Надир Салифов родился в августе 1972 года в Манисском районе Грузии. Гули в переводе с грузинского означает «сердце». Криминальный мир дал Салифову это прозвище за его храбрость. В 22 года Гули арестовали за убийство двух членов банды, которые конкурировали с Салифовым за лидерство. Во время ареста у него нашли пистолет-пулемет Стечкина, оружие, которым в то время владел только глава МВД Азербайджана. Салифова приговорили к смертной казни, но потом заменили приговор на 15 лет лишения свободы. 10 из них Гули провел в одиночке. Авторитет Гули в воровском мире стабильно рос из-за того, что Салифов был крепко привержен старым воровским традициям. Гули не делил криминалитет на нации и равно принимал армянских и азербайджанских воров, несмотря на застарелый этнический конфликт между двумя странами. Всего Салифов отсидел в азербайджанской тюрьме 21 год. После освобождения у него на руках были только советский паспорт, авторитет и широкие связи в криминальном мире. Гули перебрался в Стамбул под крыло главы криминального мира Турции Седата Пекера, которого связывают тесные неформальные отношения с главой Турции Раджепом Эрдоганом. По сообщению турецких СМИ, Гули даже обещал преследовать и убивать гулинистов, где бы они ни находились. Может быть, поэтому Гули мог все эти годы свободно жить в Турции без документов. Еще в заключении Гули проявил свой организационный талант, недюжинную волю и изобретательность. Прямо из тюрьмы он начал руководить криминалом. У Салифова был телефон с четырьмя разными номерами, по которым он поддерживал связь с преступниками. В 2010 году его криминальная семья окрепла настолько, что Гули вступил в войну с сесильным тогда Равшаном Джаниевым, который подмял под себя овощные рынки Москвы и ближайшего Подмосковья. В ходе этой войны, которую окрестили Укропной, погибло несколько человек. Но победить Равшана тогда не удалось, хотя Гули заявил себя главным претендентом на его место. В те годы Джаниев контролировал не только рынки, но и все этнические азербайджанские банды Москвы, занимаясь рэкетом и торговлей наркотиками. У него был огромный авторитет, поддержка и даже искренняя любовь диаспоры. Когда Джаниеву было 17 лет, его отец был убит местными бандитами. Во время суда Джаниев резко отреагировал на угрозы подсудимого его семье, он достал пистолет и застрелил обидчика прямо на скамье подсудимых. Однако Ленкаранский все же переоценил свои силы, вступив в активное противодействие с криминальным миром России, и после убийства деда Хасана авторитет покинул страну. С тех пор на Джаниеве в Араме был поставлен крест, но на его место нужен был кто-то другой, более подходящий. Джаниева застрелили летом 2016-го в своем рейндж-ровер с азербайджанским номерным знаком в самом европейском районе Стамбула, Бешикташи. И хотя Гули на тот момент досиживал свой 21-летний срок в азербайджанской тюрьме, многие связали смерть Равшана именно с ним. Освободившись из тюрьмы в 2017 году, Салифов сразу же предъявил права на оптовые продуктовые рынки Москвы, контролируемые доверенными лицами Равшана Ленкаранского. Свои дела Гули решил вести тоже из Турции, как и Равшан. Здесь у него была мощная крыша в виде пекера. По оперативным данным, Гули обложил данью всех крупных азербайджанских бизнесменов в столичном регионе, общаясь с ними через видеосвязь. В первые дни после прибытия Салифова в Турцию на него организовали покушение члены турецкой преступной группировки Шерингер. Во главе нападающих был брат Равшана Намик Джаниев, который во главе бригады из 11 киллеров направился на турецкую виллу, где обитал Гули. Всю группу повязали, и Седат Пекер извинился за турков перед Гули, предложив помочь разобраться с Намиком, который находился в тюрьме, на что Гули отвечал, что привык решать свои проблемы самостоятельно. Известно, что Гули якобы приговорил всех участников турецкого заговора, и сторонники Равшана вынуждены были перейти в Турции на подпольное положение. Понимая всю жестокость и безжалостность Гули, они знали, что их проблема решалась только с его смертью. Внезапное возвышение Гули пошатнуло позиции и других воров в законе. Если Равшан занимался бизнесом и отстаивал свои интересы, не влезая в воровской мир, то Гули претендовал уже на главный воровской трон, оживлял воров, объявленных другими законниками непорядочными, и занимал место главного арбитра в спорах воровских семей. В последние годы российский криминалитет переживает не лучшие времена, воров выдавили почти из всех хлебных ниш, а доходы с овощных рынков на постсоветском пространстве оказались стабильным и надежным источником денег, больших денег. На роль троянского коня воры выбрали Гурама Чехладзе, сына влиятельного лидера кутаистской воровской группировки Авто Чехладзе, который получил свой титул по наследству. При помощи друзей отца Бодрика Гуашвили и Захария Калашова Квижаевич быстро занял свое место в воровском мире. Чехладзе также был дружен с Джаниевым. Шакра отправил Квижаевича к Гули, якобы чтобы сгладить противоречия между ними, но в итоге эти противоречия только разрослись. И возможно так и было задумано. На дне рождения друга Гуля Армана Дикого Квижаевич назвал друзьями соратников погибшего Ленкаранского и заявил, что они не суки, как их называют Гули. Возмущенный Дикий дал тогда Квижовичу оплевуху. И Гули не стал ничего делать, хотя по идее он должен был сразу же наказать Армана. Ведь вора может ударить только вор, да и то с согласие других законников. По некоторым данным, Квижович никак не ответил на оскорбление и быстро покинул место встречи. И Гули сказал, что первый раз видит, как убегают воры. Пощечина Дикого стала пощечиной всему кутаистскому клану. Прежде всего Шакра Молодому и Бодрика Гуашвили, которые опекали Квижаевича с 9-летнего возраста. Но добраться до Гули в Турции было трудно, пока у него был такой влиятельный друг, как Седат Пекер. Турция гостеприимно открыла свои двери для воров разных семей и кланов, поэтому нельзя было убить Гули без согласия Пекера. Бодри удалось провести переговоры с Пекером, во время которых он предложил ему свою дружбу и дружбу Шакра, но Пекер тогда им дипломатично отказал. По нашим данным, отказал Кагуашвили и влиятельный вор Мираб Джангвиладзе, также пустивший корни в Турции. Но Квижаевич не унимался. И в феврале этого года стало известно, что турецкая полиция задержала в Стамбуле группу из 17 киллеров во главе с самим Чехладзе. В бригаду входили 9 азербайджанцев, 5 грузин, 2 украинца и 1 россиянин. По версии следствия, они готовили покушение на Гули. Попытки сместить Гули с хлебного места и отомстить за Равшана продолжались постоянно, и, возможно, одна из таких попыток наконец увенчалась 19 августа успехом.